Что отличает быдло от нормального человека? Как минимум то, что быдло считает нормальным воровство. И более того, воровство не просто оправдывается, но еще и приветствуется и в какой-то степени считается благородным поступком. Особенно если ты воруешь у государства, тогда вообще о совести можно и не говорить. Ведь как известно, если что-то недостаточно надежно прикреплено к земле, не приварено, не прикручено, не залито бетоном, то это отлично будет смотреться у тебя на даче. Здорово, соколики, на связи Жирный и сегодня мы посмотрим, насколько же может быть человек жадным и что можно украсть в городской инфраструктуре. Но, как говорится, обо всем по порядку. Усаживайтесь поудобнее, заварите чаек и давайте начнем. А сейчас реклама. Нехорошее кино – это канал с обзорами фильмов, повлиявших на мировой кинематограф. Однако об этих фильмах вы, скорее всего, никогда не слышали. Лично я был удивлен, узнав, каким был первый фильм о Супермене. Как в кино изображали первых зомби, пришельцев, роботов и многое другое. Здесь все по-настоящему, без компьютерных спецэффектов и хромакея. Что я почерпнул лично для себя, посмотрев ролики этого канала, так это то, что раньше кино снимали кардинально по-другому. И это действительно интересно. К сожалению, нечасто можно встретить на ютубе одновременно познавательные и интересные каналы. Но этот как раз-таки один из них. Незамедлительно переходите, подписывайтесь и, конечно же, передавайте автору от меня пламенный жирный привидосик. Ссылка, как всегда, в описании. Народная мудрость гласит, если что-то плохо лежит, то это вполне можно украсть без зазрения совести. Ведь, например, тротуарная плитка, которую недавно положили, может отлично смотреться в новом дизайне твоего приусадебного участка. И, разумеется, зачем ее покупать, если она просто так лежит на дороге в любом городе. И поэтому во многих городах люди промышляют воровством тротуарной плитки. Субтитры делал DimaTorzok Не, ну а че? Ну в самом деле, не покупать же ее, вот же она лежит, абсолютно бесплатная, никем не охраняемая. Бери, клади в машину и все. Профит. Причем поражает то, что эти люди вряд ли думают, что они делают что-то плохое и вряд ли они это называют воровством. Ведь, как гласит народная пословица, тихо стырил и пошел, называется нашел. Глядя на это, задаешься вопросом, ну ты же сам будешь ходить по этой плитке десятилетиями и постоянно вспоминать о том, что ты ее украл. Неужели тебе не будет от этого тошно? Хотя, глядя в наглые лица некоторых особей, вопросы отпадают сами собой. Ведь по их рожам сразу становится заметно, что чувство стыда таким людям попросту незнакомо. Я допускаю, что у какого-нибудь алкаша, который ворует люк с улицы, есть свои мотивы. Или у человека, который просто не может себе позволить купить хоть какие-нибудь стройматериалы. Если ты не можешь купить, ты идешь на воровство. Да, это неправильно низко, но тем не менее, это хоть как-то логично. Хоть какой-то выстраивается мотив. Но здесь же, по золотой цепи на сальной шее и далеко не старой иномарке, видно, что эта свинья может без проблем позволить себе какую угодно тротуарную плитку. Но наглости хватает остановиться посреди дороги и выковыривать плитку из тротуара. Как вообще могла прийти в голову такая идея? Что еще может родиться в такой голове? Выкорчевывать дорожные знаки, чтобы построить себе забор, или выковыривать шпалы из железнодорожных путей, чтобы сделать себе бордюрчик? Хотя, зачем использовать в качестве бордюра шпалы? Ведь можно стырить сами бордюры. Они лежат там же, где и плитка. Собирают бордюры. Смотри, плитка капец. Как не стыдно вообще. Люди не брезгают ничем. Гениальный ход. Надеюсь, когда-нибудь этот осел оставит свою машину без присмотра и ее тоже угонят. Не, ну а че? Она ж никем не охранялась и к земле была не закреплена. Все ж логично. Я не понимаю, как можно дожить до зрелого возраста, получить образование, в целом состояться как человек, но при этом не догонять, что воруя на городской улице, ты воруешь по большому счету не у государства, а у самого себя. Ведь как минимум эта плитка положена за счет твоих же налогов, которые ты же и платишь. И как минимум в городе, в котором ты живешь, будет на одну яму больше. Хотя чего уж там эти люди привыкли жить в грязи и разрухе. Их никогда не беспокоило то, что происходило за их забором. Это самое настоящее быдло, которое заботится только о собственном комфорте и благополучии, а все остальное их просто не волнует. И если городская инфраструктура должна пострадать ради того, чтобы у тебя на приусадебном участке была выложена дорожка из новой плиточки, то почему бы и нет? Все как в той песне. Они никогда не поймут, как можно жить ради кого-нибудь, кроме себя. Насколько нужно быть жадным и гнилым существом, чтобы пожалеть денег на плитку и под покровом ночи идти на городские улицы и выковыривать ее из тротуара. Но не только стройматериалы идут в расход у воров. Некоторые вообще не брезгуют наживиться даже и на чужом горе. Так, например, многие помнят эти ролики, где переворачивается фура и люди вместо того, чтобы помочь человеку в этой беде, просто растаскивают добро, которое вываливалось из перевернутой фуры к себе в багажнике. Разбитая фура, тысячи бутылок пива на обочине и десятки любителей пенного напитка. На федеральной трассе образовалась пробка по катару с алкоголем, грузили в пакеты, мешки, даже автомобильные коврики. Охотники за так называемой халявой с завистью любовались на то, как добычей автолюбителей становится груз машины, которая попала в ДТП. Особенно забавляет то, с какими довольными и счастливыми рожами они несут хабар в свои норы, при этом даже не задумываясь о том, что это чистой воды мародерство. На асфальте без присмотра оказались 10 тонн мороженой курятины. И судьба этих бройлерных цыплят и окорочков зевак интересовала куда больше, чем состояние водителя. Шофер больше груза получил тяжелые травмы, но очевидцы первым делом бросились вовсе не на помощь. После просмотра подобного я перестаю верить, что это вообще люди. И все чаще мне хочется их назвать животными. Хотя и животных оскорблять в этом случае тоже не хочется. Ну а что же вы думаете по этому поводу, непременно пишите в комментах. Мне будет приятно почитать ваше мнение и это поможет продвижению ролика. За что я вам заранее говорю большое жирное спасибо. Тыкайте вот сюда, чтобы подписаться на канал «Нехорошее кино». И вот сюда, чтобы подписаться на мой канал. И вот сюда, чтобы посмотреть интересные видосики. На этом у меня все. Спасибо, что смотрите «Жирного». Увидимся на стриме «Выходные». Пока! Субтитры сделал DimaTorzok